День города День города 400-летие Самара, потому что Сама принимала в этом участие, и мы на стадионе Металлург, студенты, организовали какие-то фигуры, бегали, и это вот запомнилось на всю жизнь действительно. И прочувствовался масштаб и участие и студентов, и горожан, объем, объем и вот такое всеобъемлюющее, что вот это захватило весь город. Я хочу, чтобы такая же атмосфера, не знаю какими средствами, но царила в этом году тоже. Вот это самое главное, чтобы город объединился, и люди, горожане они почувствуют, что вот это нашему городу 430 лет. Вот, а уж как, не знаю. Я думаю, мы не разочаруем вас 11 сентября. И мне бы хотелось сказать еще о том, что не только празднование же проходит 11 сентября, именно в День города. Ведь очень много ярких событий уже происходит и на этой неделе в преддверии Дня города. Очень много проектов, которые заслуживают своего внимания. Вот 10 сентября пройдет парад студенчества. И мы говорим тоже об объединении того мощного сообщества, молодых людей, которые показывают свои научные и технические застижения, свое творчество. Это большая достаточно программа, тоже интересная. То есть это не будет парад как шествие? Как шествие будет в обязательном порядке. Парад студенчества и, конечно, творческая площадка. А вот 9 числа совершенно удивительный проект, который приурочен к юбилейной дате компании «Лукуэлл» по улице Молодогвардейской, пройдет оркестр духовой Министерства обороны Российской Федерации по главной улице с оркестром. Это действительно очень тоже яркое, красивое событие. 100 человек будут исполнять эту потрясающую музыку, и жители тоже могут увидеть это мероприятие. Во всех районах нашего города на этой неделе тоже происходят интересные события. Может быть, они кажутся нам достаточно стандартными с точки зрения их воплощения, чисто творческого. Но когда мы говорим об истории 430 лет, мы всегда говорим о людях и о событиях, которые происходили в те или иные периоды времени. И такое большое количество мемориальных объектов в Самаре, которые увековечили память этих людей и этих событий, и везде пройдут церемонии возложения цветов к этим монументальным объектам. Это очень важно. В какой бы мы ни жили период времени, всегда помнить о том, кто был рядом с нами, кто действительно мое сегодняшнее настоящее подтверждал своим словом и своим делом. На Аллее Трудовой Славы уже прошел праздник, который объединил жителей Советского района, Промышленного и Кировского, о Арке Победы, на Аллее Трудовой Славы. Мы говорим действительно о большом вкладе нашего города в становление страны, которая буквально была в прошлом веке Советского Союза и в нашей новейшей истории, в новой истории нашей России. И вот таких событий происходит достаточно много. В преддверии Дня Города, как правило, по осени у нас всегда очень много что-то закладывалось и открывалось, и две прекрасные общеобразовательные школы. И мы всегда ощущениями понимаем, что все это Дню Города. Что это всегда все к нашему празднику. В школах, естественно, в протяжении этого периода рассказывается о всех славных страницах нашей истории. Сочинение тот формат, который наиболее сейчас понятен особенно юным воспитанникам образовательных учреждений. Поэтому палитра достаточно разнообразная, которая рассказывает о разных страницах истории нашего города. Но если говорить об 11 сентября, мы можем сказать о нескольких ключевых, прежде всего, событиях, которые пройдут в городе. Первая часть мероприятий, утренний блок, он пройдет на Самарской набережной. Она всегда была излюбленным местом проведения Дня Города. И когда это было 400 лет, Дню Города тоже. Я очень хорошо знаю этот проект, этот замечательный, потому что его рассказывали режиссеры, постановщики. Люди уже достаточно взрослые. Они всегда делятся своим опытом. Их давит, Татьяна Викторовна, будет 450. А вот на 450 мы как вот сделаем мощно, масштабно, красиво, вспомним все режиссерские подходы, которые могут быть. Поэтому Самарская набережная станет тоже местом проведения крупных мероприятий. Прекрасное авиационное шоу, вертолетное шоу, десантники, рукопашный бой, большие выставки, спортивные площадки, образовательные площадки, концертная программа, проведение торжественного митинга, который будет проходить у подножия памятника князю Григорию Засейкину. Вот первая половина дня пройдет именно в этом формате. То есть мы горожан приглашаем именно на Самарскую набережную в первой половине дня. В первой половине дня будут работать и парковые зоны. Районы города подготовили свои творческие программы. И во всех парках с полудня до 16 часов произойдут тоже мероприятия, приуроченные к дню города. Ну и с 17.00 начнется большая концертная программа на площади Куйбышева визнаменование этого события, связанное с нашим днем рождения, с нашим таким пока небольшим юбилеем. Но не только 430 лет, но и событие, которое для города произошло впервые. Это присвоение городу звания трудовой и боевой славы. Это действительно очень большая честь. Это, ну, понимаете, для меня, вот, жители, которые в Самаре, ну, чуть больше 20 лет, почти уже 30 лет я живу в Самаре, человек, который изучал историю Самары, Куйбышева, для меня это вот большая честь присутствовать и готовить этот проект со своими коллегами. Потому что как можно рассказать 400 лет, буквально за небольшой, 430 лет буквально за небольшой промежуток времени. Площадь Куйбышева, большая сцена, экраны, средства музыкальные, рассказ истории нашего города, разных его совершенным периодом, артистами Самарских театров, выступления симфонического оркестра, сводного духового оркестра, оркестра народных инструментов, плеяды молодых певцов, которые подготовили очень интересный музыкальный микс произведений о Самаре, которые были написаны совершенно в разные годы. Все симпатично. И, конечно, выступления артистов, которые посетят Самару в этот день. Это Лев Валерьян Члещенко, народный артист, Полина Гагарина и Николай Расторгуев и группа Любе. И праздничный фейерверк, это тоже завершить, это традиционно. Ну и центральное событие, которое начнется в 8 часов вечера, на главной площади нашей столицы, в сердце нашего города, на главной сцене, это вручение городу звания трудовой и боевой славы. Кто поддерживает организацию праздничных мероприятий, мало того, что идеями, а вообще такую поддержку оказывает реальную, так скажем? Могу сказать, что когда мы говорили с вами вместе, я всегда понимаю вместе. Безусловно, поддержку огромную оказывает правительство Самарской области, Министерство культуры Самарской области, Министерство спорта, администрация губернатора Самарской области. Мы работаем все вместе, у нас нет понимания городское, областное. Мы понимаем, что мы живем в Самарской области. Мы понимаем, что мы решаем общие задачи. Мы понимаем, что мы работаем на развитии региона, на развитии всей страны. Поэтому, конечно, у меня глубокие слова благодарности нашим коллегам, которые многие помогают нам регулировать вопросы. И обеспечение безопасности, вопросы которые крайне важны, потому что мероприятие проходит с большим сосредоточением людей. Ограничение движения транспорта, это работа с главным управлением Министерства внутренних дел, это и с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Поэтому здесь все всегда вместе решаем разные задачи, но для того, чтобы без каких-то ситуаций, серьезных ситуаций, произошли все праздничные мероприятия. И действительно был день и насыщенным, и безопасным, можно даже так сказать. Услышала, что много таких тематических направлений, и история, и культура, и авиационное шоу. Мне всегда было интересно, как разрабатывается вот такое грандиозное мероприятие, самое главное для города, кто в этом принимает участие. Понятно, что вы курируете, и, может быть, даже творческие идеи эти ваши основные. И все-таки, вот как они собираются, вот эти идеи, и выстраиваются по направлениям, что здесь нужно вот это, там вот это. Не хочется, чтобы все празднование замыкалось там в одном месте, в центральном, да, вот чтобы это по городу все распространялось, эта атмосфера. Ну, я всегда, сколько лет работаю со своими коллегами, говорю, любой хороший проект – это всегда коллективное творчество. И всегда приятно, когда в процессе обсуждения, принятия каких-то даже, вот, казалось бы, творческих решений участвуют и руководители города. Вот я счастливый в этом плане человек. Я всегда находила отклик и понимание, и такое очень внимательное отношение, внимательное прослушивание каждого сюжета, каждой творческой идеи. У Олега Борисовича рождаются иногда, ну, потрясающие идеи, которые воплощаются в жизнь. Сейчас немножечко расскажу, как же все-таки мы это. Да, у меня даже интересно, что же мы увидим такого интереса. Когда мы говорим об истории города, мы помним, что город имеет уже награду. В 1982 году городу был вручен Орден Ленина за особые достижения в строительстве, и очень мне нравится этот момент, и за особые достижения в культурной сфере. И 1986 год, Орден Октябрьской революции, когда праздновалось 400-летие. И вот эта идея возникла у Олега Борисовича, показать нашим горожанам вот эти награды, государственные награды, поэтому на площади Куйбышева, здесь немножко о ней буду поподробнее уже рассказывать, отдельными такими штрихами будет огромный выставочный павильон 75-метровый, и первая палатка, она посвящена показу именно государственных наград. Они будут выставлены, можно будет посмотреть, и те грамоты, которые к ним прилагались, и те грамоты, которые в разные периоды вручались нашему городу за победу в социалистическом соревновании, за воспитание подрастающего поколения. То есть воочию посмотреть то, как достигался успех города Куйбышева, можно будет посмотреть, это его идея, он весьма трепетно к этой идее, естественно, отнесся. Остальное выставочное пространство, оно будет рассказывать о разных страницах истории, о разных событиях, о разных людях. Мы увидим и макет Старой Самарской крепости, и макет князя Григория Осиповича Засекина, ну, макет его, вот, будет представлен интересный достаточно проект Дмитрия Храмова, он получил президентский грант по Хлебной площади, как сейчас плеяда, ну, молодых, да, архитекторов представляет развитие этой территории в перспективе. История Самары дворянской, история Самары купеческой, история Самары космической. И самое главное, примут еще участие в этой выставке представители крупнейших предприятий нашего города, где они покажут свои объекты в натуральную величину. Это все можно будет посмотреть, сфотографироваться, воочию оценить масштабы нашей промышленности, и это СНТК Кузнецова, и Завод Прогресс, они все это покажут. Вурская коммуна достаточно интересную подготовила программу. Наш Самарский архив, Самарская газета будет очень хорошо представлена со своей историей города. То есть вот 430 лет мы рассказываем через литературу, библиотечное сообщество Самары, и государственные библиотеки, и муниципальные объединились в один общий блок. То есть все можно будет увидеть и посмотреть, сфотографироваться. Очень много активностей для детей. И выставочное это пространство, оно будет работать уже с 15 часов на площади Куйбышева. Кто для себя найдет возможность прийти немного пораньше, уже можно будет осмотреть все эти выставки. Идея тоже главы, которую мы поддерживаем уже на протяжении года, это максимально красиво представить, красиво, не только с точки зрения эстетики, а с точки зрения еще показа людей, как работает сейчас, показа людей, как сейчас работает наш сувенирный блок, люди, которые занимаются изготовлением сувениров, люди, которые занимаются... Потому что, мне кажется, вот это было недостаточно развито в Самаре. Или это ошибочное мнение? Вот нет такого, что... Ну, Танечка, я не могу сказать, что это было недостаточно. Вопрос в том, что набираются просто со временем обороты, и люди понимают, что продукт необходим, продукт востребован. Самара становится гором популярным, приезжают уже туристы. И, естественно, мы понимаем, в преддверии чемпионата мира 2018 года, это будет еще более серьезный поток, поэтому люди для себя принимают правильные решения. Правильные решения. Это же все-таки малый бизнес, это средний бизнес. Мы понимаем важность этого сегмента в развитии города именно уже с этой точки зрения. А есть какие-то интересные примеры такой сувенирной продукции? Вот к чему... Что может нас еще удивить? Сувенирной продукцией мы ориентировали наших партнеров на то, чтобы она была, конечно, символами нашего города, с обозначением наших юбилейных дат. Да, чтобы слово «Самара» или «Волга» все это... Вообще, могу сказать так, на всей сувенирной продукции всегда «Самара». Прекрасные проекты «Самара-городка». «Самара-городок»? «Самара-городок» – это прекрасный, замечательный бренд. Мы сейчас о брендах, о символах нашего города, конечно, еще поговорим. Поэтому здесь огромный. Это 44 павильона. 44 павильона. И все они будут наполнены совершенно разными видами сувенирной продукции. Не только классической. Тарелки, кружки, магниты. Особо сейчас пользуется популярностью во всей стране, не только в Самаре. И в мире это, конечно, гастрономические сувениры. Вот тема имбирных пряников, которые изготовили замечательные, юные, где-то более зрелые люди. Это в виде символов нашего города с росписью. И такие очень симпатичные вещи. Будет еще очень интересный показ одежды, именно которые представляют бренды и символы нашего города, нанесенные на текстильную продукцию. Да, это молодежные такие проекты. Это «Волгомама» достаточно интересно будет показывать. С хорошими, красивыми принтами. Это и «Самара-космическая», и «Волгомама». Совершенно чудесный проект. Здесь много будет таких вещей, которые стоит прийти посмотреть. Достаточно активно, говорю, счет, они будут работать с 15 часов. И можно будет и приобрести, и попробовать, и самим расписать пряники, и сделать рисунок, и на воде, и на песке. И попробовать поработать с гачарным кругом, и отбить монетку в честь 400 лития. Но об этом не полчаса надо рассказывать, чтобы рассказать. Замечательно то, что не только зрелищный аспект, так вот делается акцент на него, что вот столет, еще что-то там зрелищное. Я могу сказать... А вот именно, что история, и сувениры. И когда говорят, что люди сами могут попробовать что-то сделать своими руками, то это тоже замечательно. А сейчас, в общем-то, и горожанин очень изменился, и зритель нас вообще, если говорить о неком действии, любом действии, да, он очень стал требовательным. И просто посмотреть уже никому не интересно. Я хочу быть сопричастным, я хочу участвовать в этом процессе. И когда все-таки мы говорим о творчестве и о создании некого итогового продукта либо разработки концепции, здесь, конечно, участвует и режиссерская группа, и участвуют артисты, и участвуют и музыканты. Потому что вопросы аранжировок, подбора музыкальных произведений, вычитка текстов, которые рассказывают об истории, и консультанты, историки-краеведы, которые всегда работают в нашей команде. Вообще команда у нас сложилась очень хорошая, очень интересная. Мы очень открыты для диалога. Очень открыты от диалога. Конечно, не всегда бывает, что любая идея может воплотиться в жизнь, потому что существуют какие-то определенные ограничения. И сейчас не обязательно говорить о бюджетных ограничениях. Они существуют просто в формате этого мероприятия. Поэтому, конечно, работает команда и достаточно серьезная команда людей. Всегда работаем с партнерами живо, ярко, стараемся максимально ярко даже продумать. Каждую мелодию, которая прозвучит в 12 минут того салюта, который произойдет уже в 22 часа на площади Куйбышева. Но мне так и не даете рассказать все-таки о центральном событии. Так, как-то я пропустила такой момент. Конечно, 20-0-0. 20-0-0, да. Это самое главное событие этого дня города. И что же заинтриговали. Но это же церемония, когда городу будет вручен почетная грамота, знак и лента в честь присвоения ему звания трудовой и боевой славы. Да. Это действительно ярко. Это действительно будет очень красиво. Те люди, которые выйдут на сцену, это именно те люди, которые делали эту трудовую и боевую славу. Это почетные граждане города. Почетные граждане Самарской области. Герои социалистического труда. Герои России. Герои Советского Союза. Это наши гандболистки, которые, тольятинки, все равно приезжают к нам в Самару, чтобы поздравить с Днем города. Мы тоже их увидим на сцене. Мы сможем их всей площадью, всем городом поблагодарить и поприветствовать за тот подвиг. Еще раз говорю, подвиг ковался не только тогда, но и сейчас это тоже наша слава. Вот. Поэтому здесь будет очень большое интересное действие. Губернатор Самарской области будет вручать этот знак руководителям города Самарской городской думы. То есть все здесь соблюдено. Город посетят интересные люди, которые, в общем-то, для меня это будет, ну, одна из таких вот ярких встреч. Валентина Ивановна Терешкова приезжает в Самару для того, чтобы нас поздравить с этим событием. Женщина-космонавт. Да, да. Самара космическая. Здесь все очень-очень связано. Сам символ мы увидим, который будет изображен на нашем ордене уже, конечно, 11-го числа. Когда думали о том, какой же это должен быть символ, очень много смотрели, изучали историю. Восприятие было людей, которые видели наши какие-то предварительные наработки. Но вот было принято интересное очень решение, художественное решение, красивое воплощение. Это будет тот символ, который объединяет все. Но о нем пока говорить не буду. Да, стоит это увидеть и обязательно поприсутствовать в 8 часов вечера на площади Куйдышева. Мы говорим, что площадь работает с 15 часов. Да, но вот это самый торжественный момент, как вы сказали, что это будет. С 17 часов уже творческая программа, где мы такое большое полотно истории города разными средствами искусства будем раскатывать и показывать, как она развивалась, история нашего города. Ну а потом ключевые события. Вы уже сказали, что в преддверии Дня города всегда проводятся много мероприятий. И меня приятно удивило то, что артисты выходят к людям со своим искусством буквально во дворы. И была такая акция проведена и вашим департаментом, по-моему. Давайте посмотрим сюжет, как это было. Это действительно очень трогательно, когда люди таким образом приобщаются к искусству. Музыку из кинофильмов жители слушают в парке Щорса. На этот раз, кроме самарских коллективов, на фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» выступает солист из Саратова. Бас Вячеслав Черногоров в Самаре поет впервые. Говорит, стоять на одной сцене с музыкантами такого высокого уровня – большая творческая удача. Я еще ни разу не выступал с такими профессионалами. Очень приятно работать с ребятами. Просто высший класс. Мне хочется радовать людей больше всего. Мне хочется видеть улыбки на их лицах. Мне хочется, чтобы они чаще выходили и слушали нас. Чтобы не сидели дома. Концерт по телевизору – это обычно. А концерт внезапный на улице, по-моему, это очень здорово и приятно. В этом году концерты на свежем воздухе посвящены Году кино и 130-летию со дня основания Великорусского оркестра. Всего у музыкантов запланировано более 30 концертов в разных скверах и парках города, а также на партнерской площадке одного из молов. Фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» уже в четвертый раз проходит при поддержке администрации Самары. Это один из самых ярких городских проектов в сфере молодежной политики. Главная задача в фестивале – укрепление народного единства и приобщение подрастающего поколения к исконным традициям, прежде всего народной музыке. Это истоки, это то, к чему тянется душа народа. И, конечно, когда народ знает свое духовное наследие, свое музыкальное наследие, то, во-первых, есть чем гордиться. Поддержка молодых талантов в приоритете у городских властей. Программа «Молодежь Самары» направлена на то, чтобы раскрыть творческие способности артистов и дать шанс их проявить. Тому, что теперь есть возможность послушать талантливых музыкантов под открытым небом, радуются жители. Для многих стать случайным свидетелем концерта – приятная неожиданность. К сожалению, у нас нет возможности сейчас ездить в филармонию или на какие-то концерты, а здесь в общем доступе. Причем это совершенно бесплатно. Всем желающим можно прийти, послушать, насладиться музыкой, превосходной музыкой на самом деле. Душа поет. Завершающий концерт фестиваля «Открытое небо, открытые сердца» пройдет 1 сентября в парке Металлургов. Но на этом музыкальный марафон не заканчивается. С октября концерты начнутся в городских домах культуры. Расписание можно посмотреть на сайте Самарской филармонии. Да, прекрасно, что формируется такая культурная городская среда. Вообще есть такое понятие, как бренды. И мы чаще всего говорим, что это набережная, жигулевское пиво, ракеты и так далее. Хотелось бы, чтобы у города было как можно больше культурных брендов, связанных с культурой. Вот что-то будет и в преддверии дня города проходить подобное, и которое останется потом навечно, так скажем. Татьяна, тема брендов, она достаточно широкая. Я могу сказать, их очень много, и не только тех, о которых бы говорили. В Самаре всегда очень сложно определиться, какой же главный. Да, я тут согласна. И в множестве нет ничего плохого. Вот поверьте, я смотрю, многие города, у нас этих брендов более чем достаточно. И символов города трудовой и боевой славы, я просто могу вам их очень коротко и быстро рассказать. Памятник шоферам и машинам. Символ? Да. Символ. Подшипники символ? Да. Конечно, это тоже наша история. О Волге-матушке, о нашей труженице, о нашей кормилице. Самарская набережная, безусловно. Ладья-символ? Да. И такой уже продвинутый, так скажем. Гарриев, скорбеш, ее мать, символ. Символ. И от таких, рак победы, о лею трудовой славы, таких символов очень много. Мне нравится, что появляется новейшая история, и в ней появляется очень много интересных символов. Совершенно потрясающе. Подхватили идею однотворческая группа появления символов в стиле модерн. Удивительно красиво. Это тоже символ. Я люблю Самару. Посмотрите, парк Гагарина и Самарской набережной появляются эти арт-объекты. Отрадно то, что эта история рассказывается далее. И мы не говорим только о прошлом. Мы еще говорим о сегодняшнем и о будущем. И говорим на понятном языке с тем поколением людей, который придет на смену нам. И вот бренды, эти символы, это не история статичная, и она не может быть только в одном соединена. Поэтому здесь мы поставим многоточие. Брендов города будет, наверное, не один, а достаточно больше. Да. И чем больше, тем лучше, наверное. И, естественно, я бы, наверное, в завершении нашего с вами разговора сказала, хотела бы сказать еще об одном событии, которое пройдет 10 сентября. Самара всегда была знаковым городом, и в ней жили большое количество знаков. Знаменитых людей, наших земляков. И, конечно, хочу сказать об одном из них, человеку, который очень дорог мне лично, и дорог всему Советскому Союзу, всей Российской Федерации. Это кинорежиссер Эльдар Санчерезанов. 10 числа мы откроем мемориальную доску на доме, где Эльдар Санчер родился, и где он проживал определенный период времени. Приедет на открытие мемориальной доски вдова Эльдар Санчер, Емма Валерьяна Обайдулина. И пройдет такое доброе, теплое событие, не столько связанное с открытием мемориальной доски, но еще в стенах Академии культуры пройдет замечательный творческий киноконцерт, посвященный творчеству Эльдара Александровича. И вы знаете, что глава города принял решение об открытии музея Рязанова. Мы сейчас очень работаем серьезно над этой концепцией. Мы понимаем наши возможности, как мы сможем интерьерно подойти к решению этой задачи, которую мы планируем для себя решить в 2017 году и открыть музей Рязанова. Эта тема нашла большую поддержку в семье Эльдара Александровича, ведь помимо музея появится еще в перспективе сквер. Это будет одно такое общее пространство, это станет той точкой притяжения, где могут бывать и смотреть кино наши горожане и самые главные гости нашей столицы. И когда мы говорим о будущем нашего города, сейчас очень много говорится, что 2018 год, куда пойдем, что увидим. Здесь масштабно все сейчас происходит. Понятно, как и куда можно пройти туристам, что им посмотреть. Вы видите, город преображается на глазах, восстанавливается, реставрируется много исторических зданий, не только силами бюджета. Отрадно то, что эту работу ведут и инвесторы, люди, которые открыто предлагают свои возможности для того, чтобы мы увидели наши потрясающие особняки 18-19 века совершенно в ином виде. Поэтому у чемпионата мира будет, конечно, Самар иметь к чемпионату мира совсем другое, еще более красивое лицо. Татьяна Викторовна, вы полюбили наш город, и очень приятно, что вы с таким трепетом относитесь к организации празднования. Хотелось бы, чтобы еще раз обратились к горожанам, поздравили с праздником, и, может быть, еще раз сказали, когда и куда приходить. Но очень коротко. Дорогие самарцы, с наступающим вас днем города. От всей души вам желаю здоровья, счастья и успехов. 11 сентября мы вас ждем на Самарской набережной и на площади Куйбышева, и на всех площадках города для того, чтобы вместе, в едином порыве, встретить наш замечательный 430-летний юбилей. Спасибо большое за то, что пришли, все рассказали о праздновании. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин